Волгодонский маяк Не прервавшаяся и в эту субботу О том, что получилось у Дон Газдобычи И совершенно не вышло у маяка Материал Артема Бегоцкого Не успела игра начаться, а вратарь маяка Уже был вынужден доставать мяч из сетки ворот Игрок Дон Газдобычи Михаил Серов Удачно пробил головой и уже на третьей минуте Гости повели в счете Казалось бы, этот момент должен был раззадорить наших футболистов Но, как показал дальнейший ход встречи На поле в этот день была только одна команда Дон Газдобыча Игроки маяка проявляли верх гостеприимства Давая футболистам из красного сулина Хозяйничать на своей половине поля Складывалось впечатление, что Дон Газдобыча Имеет на одного игрока больше Но это полбеды, класс чемпиона области Никто не оспаривает Другое дело, когда маяк начал привозить голы сам себе Грубая ошибка вратаря нашей команды Привела ко второму взятию ворот Получив комфортное преимущество Дон Газдобыча в спокойном ключе Доиграла первый тайм, в то время как маяк мучился на поле Перерыв не внес изменений в игру нашей команды Хождение по мукам для маяка продолжилось и во втором тайме Команде явно не хватало физики Волгодонские футболисты просто не успевали за игроками соперника Это и стало причиной фола на 72-й минуте в штрафной маяка В результате закономерный 11-метровый Не успели команды начать с центра поля А нападающий Дон Газдобыча и бывший игрок маяка Сергей Леднев Уже оформляет дубль 4-0 Разгром маяка Но это был еще не конец Театр абсурда продолжился через 4 минуты И завершился автоголом в исполнении Виталия Мусенко 5-0 закономерный итог безвольного проигрыша маяка С такой игрой волгодонский болельщик и вовсе может проголосовать ногами Не ходить на домашние игры команды Ведь наблюдать за таким футболом едва ли интереснее Чем наблюдать за работой библиотекаря в читальном зале Артем Бегоцкий, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ